В Калуге появилось новое социальное движение Run for Fun, что в переводе Беги ради удовольствия. Это клуб любителей бега, который собирается несколько раз в неделю, чтобы вместе покорить очередные километры. К ним может присоединиться любой желающий. С каждой новой встречи желающих побегать становится все больше. И к одной из таких пробежек присоединился наш корреспондент Александр Сорокин. По статистике каждый десятый калужанин обещается без понедельника начать заниматься спортом, ну или как минимум бегать. Правда, единицы выполняет обещанное самому себе. Теперь же у каждого калужанина появился шанс начать бегать вместе со своими единомышленниками. Ну что, побежали? Сбросить пару лишних килограммов и провести время не только здорово, но и здорово, да еще и приятной компании. Организатор этой новой полезной привычки у жителей областного центра стала не профессиональная спортсменка, как этого следовало ожидать, а обычная девушка Евгения, которая работает пиарщиком в одной из крупнейших сетей общепитов в Калуге. Раньше она раскручивала пабы и рестораны, сейчас старается сделать модным бег в Калуге. Я всегда бегала и всегда бегала одна, и в какой-то момент мне стало скучно, потому что бегать скучно, в принципе, одному бегать еще скучнее. Вот, поэтому как бы я решила собрать друзей. Помимо того, что пришли друзья, пришли еще незнакомые люди и все больше и больше. Объединила любителей бега самая вредная привычка 21 века – интернет. Если раньше глобальная сеть одоляла многих людей от спорта, поглощая их время, то в этот раз она объединила здоровых единомышленников, которые попались в социальные сети. На интернет зов покорить очередные километры. Вначале откликнулись 10 человек, потом 12, и с каждым разом их становилось все больше и больше. Если вам комфортно дотянуться до самого пола, вы дотягиваетесь, несколько плавных рывковых движений, и в конце вы удерживаете позицию максимальной амплитуды. Боль должна быть, но совсем незначительная. Из любителей в профессионалы. В этот день у всех участников забега появился шанс познакомиться с азбукой бега благодаря профессиональным спортсменам. Одной из первых своим опытом с любителями делилась мастер спорта по легкой атлетике Валерия Кузнецова. Можно сказать, не хорошо и не плохо, это просто отлично, на мой взгляд, потому что я всегда очень радуюсь, когда люди приобщаются к бегу, когда начинают задумываться над тем, что это действительно хорошо и полезно. И тем более больше приятных эмоций, когда приходят новые и новые люди. Кто там потихонечку начинал когда-то пробовать бегать, а может быть, кто тот, кто еще никогда вот этого не начинал и вдруг наконец-то осмелился. В этот день вызов самому себе. Осмелились бросить около 40 человек. Среди них и те, кто покорил далеко не одну сотню километров в своей жизни и те, кто только делает первые шаги. Я хотел поправить всего лишь здоровье. А тут, наверное, на 10 лет вперед поправить. Мы сейчас бежим в самом хвосте, стараемся помочь новичкам. Я думаю, у нас получится закончить дистанцию без остановок. Остановки все же были. Красота среди бегущих постепенно перешла в борьбу за выживание. Те, кто не смог осилить всю дистанцию длиной 5 километров, просили помощи у товарищей. Другие на середине маршрута поворачивали обратно, понимая, что на дальнейшие шаги сил уже не хватает. И хотя расстояние в этот день все преодолели разное, но победа у всех общая над самим собой. Если верить моему персональному интерактивному тренеру, то за сегодня я прошел ровно 3402 шага. Но если быть верным, пробежал. Если перевести в расстояние, это 2,9 километра. Сбросил я сегодня 222 килокалории. Александр Сорокин, Тимур Вороной, телекомпания НИКО ТВ.